Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Шестьдесят третий впереди планеты всей. Самарский регион покорил научной мыслью Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Пополнили городской бюджет на 90 миллионов. Административные штрафы выписаны за нелегальную торговлю и нарушение правил благоустройства. Вперед в Средневековье. В Самаре прошел турнир исторического фехтования. Делегация Самарской области работает на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Накануне форум посетил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он побывал на площадках, где представлены достижения 63 региона. Сначала увидел битву роботов. Это разработки доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета. Затем этнографический проект «Парк дружбы народов». Его реализует Союз народов Самарской области. В парке построят 22 дома. Все детали масштабного проекта создают в соответствии с национальными традициями. Потом Дмитрий Азаров ознакомился с уникальной разработкой Самарского медицинского университета. Интерактивный анатомический стол пирогов позволяет рассмотреть все органы и работу систем организма в разных проекциях. В мире такого еще нет. Глава региона отметил, данную инновацию необходимо продвигать по всей стране. Мы крайне заинтересованы, чтобы талантливые, ответственные, молодые люди вместе с нами формировали будущее региона. Делать мы будем это совершенно точно вместе. А те идеи, которые сегодня были представлены, дают мне возможность взять на вооружение уже самые современные подходы, перспективные подходы. Нарисовал граффити, не вовремя вывез мусор или торгуешь яблоками на тротуаре. От административных комиссий района не уйдет ни один нарушитель. За этот год более 9 тысяч протоколов об административных правонарушениях были составлены. Как наказание рублем влияют на порядок в городе, расскажет Марина Матвейшина. Штрафы растут, порядка становится больше. 90 миллионов рублей выписали административные комиссии в этом году. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере благоустройства и уличной торговли. На общегородском совещании в мэрии поднимают вопрос собираемости денежных наказаний. Нарушители уже выплатили 65 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом это вдвое больше. Эти деньги идут напрямую в городскую казну. В районах также отмечается рост выписанных и оплаченных штрафов. Достаточно эффективно работала административная комиссия и те, кто были по составленным протоколам наложенным штрафам. У нас в этом году уже вообще 25 миллионов штрафов наложено. Из них нас соответственно больше 60% в моем году. В отдельных районах количество протоколов уменьшилось. Но произошло это не от того, что нарушений стало меньше, считают в городской администрации, а потому что искать их нужно еще более внимательно. К концу года ситуацию подправить, выровнять. Здесь еще много что нужно в порядок приводить в районах и в городе. Поэтому давление снижать не нужно. Давайте продолжайте работать в этом направлении. Кроме поиска нарушителей и взыскания из них штрафов, важно следить за решением проблем, отмечает глава города. Главная цель не столько наполнение бюджета за счет штрафов, сколько восстановленный порядок на Самарских улицах. Марина Матвеевна, Василий Кладошов. События. Далее коротко о других событиях дня. Ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов», обеспечили успешный старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07» по программе Международной космической станции. Двигатели отработали без замечаний. Данный старт стал 11-м в этом году стартом ракеты-носителя типа «Союз». Корабль «Прогресс МС-07» доставит на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. За ограбление инкассаторов в Оренбурге задержали двоих самарцев. Разбойное нападение было совершено в марте 2017 года. Полицейские говорят, преступники похитили 6,5 миллионов рублей. Известно, что налетчиков было трое. Один из них был убит инкассатором. Оренбургскими полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое подозреваемых. Остальных злоумышленников продолжают искать. Возле стадиона «Самара-Арена» построят парковки за 327 миллионов рублей. Почти 2500 мест должно появиться к маю 2018 года. Работы должны начаться в ноябре. Напомним, стадион «Самара-Арена», который построят на территории радиоцентра, сможет вместить 45 тысяч зрителей. На нем пройдут шесть игр чемпионата мира 2018 года. Тестовые матчи запланированы на весну 2018 года. Из Рождествена в Самару срочно эвакуировали 50-летнего мужчину с инфарктом. Он нуждался в срочной медицинской помощи. Его состояние ухудшалось. Спасатели погрузили мужчину на катер и доставили в Самару. Здесь его передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. 17 октября состоится дополнительное распределение свободных мест в детских садах. Для этого необходимо было заранее перепроверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе, и в случае обнаружения неточности обратиться в МФЦ. Распределение свободных мест в детских садах происходит автоматически, на основании нескольких критериев. В том числе право на внеочередное зачисление возраста ребенка и даты регистрации в электронном реестре. Кроме того, после получения уведомления о предоставлении места, необходимо в течение 10 дней письменно подтвердить свое согласие. Для осетин это имя сродни Пушкину. Осетия отмечает день рождения поэта Коста Хитогорова. Самару национальный праздник тоже не обошел стороной. На концерте гостеприимные южане собрали своих друзей и союзы народов Самарской области. Андрей Горгуленко тоже прикоснулся к осетинским традициям. Великий Коста. Именно так по-любову на осетины называют отца и основоположника родного языка и литературы. 15 октября, день рождения Коста Хитогорова, национальный праздник всей Осетии. Ведь именно его стихи знает каждый представитель южного народа. Каждый человек, каждый осетин, он в душе носит вот это имя. И то, что он создал, то, что он написал, поэзию, она проходит через каждого из нас. На праздничном концерте, посвященному великому поэту, звучат не только его стихи и осетинская музыка. Со сцены исполняют и песни других народов. Председатели всех национально-культурных центров пришли поздравить дружеский народ. Огромное спасибо всем руководителям национально-культурных центров, что участвуют в этом мероприятии. Это еще один шаг для сближения, для большего сближения дружбы международными. Мы в городском округе Самара совместно с нашими национально-культурными центрами демонстрируем, что мы едины. Мы в состоянии сплотиться для решения любой задачи, которая стоит перед нами. Задача сохранения национально-культурных традиций, их преумножения. Праздник в честь Коста Хитогорова в Самаре отмечают в 15-й раз. Осетины отмечают, что все больше молодых выступают со своими номерами. А значит, главная цель – сохранить народные традиции – успешно выполняется. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Битва на мечах в центре города – это не криминальные новости. Самарские исторические реконструкторы определяли сильнейших в поединках со средневековыми оружием. Боевой топор в руки взял и наш корреспондент. Бойцы двигаются ловко, быстро и проворно. Словно они не одеты в 10-килограммовые доспехи, а в руках игрушечные мечи. Но все по-настоящему. Тяжелые удары и точные уколы. Участники признаются, исторические сражения по-прежнему их увлекают, потому что реконструкция открывает множество направлений для творчества. Тут очень много граней, которыми можно развивать и по отдельности, и совместно. Одно время я активно спортивную составляющую фехтования у себя развивал, достиг каких-то результатов. Теперь мне стало интересно, скажем, ремесленная составляющая. На фестиваль в Кавстаном представляюсь как кузнец, как мастер-ремесленник. Самарские исторические реконструкторы каждый год собираются на межсезонный турнир, чтобы потягаться друг с другом, помериться с силами и выявить лучших по обращению с мечом и копьем. А заодно и зрителям показать красоту средневековой боевой одежды и оружия. Подобные фестивали, они своей целью ставят популяризацию историю, историю России, историю Европы, историю степи. То есть, по большому счету, это история, собственно, нашей страны и ее соседей. Пока профессионалы выявляют сильнейших на ресталище, я тоже решил проверить свои силы в историческом бою. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября. В этом году он будет особенно, максимально приближенным к параду 41-го. В преддверии большого патриотического праздника в школах проходят тематические классные часы. Лариса Шлафаст об исторической памяти. В начале классного часа архивные кадры парада 41-го года на площади Куйбышева. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. В небе пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Было задействовано более 22 тысяч человек, многие из которых с площади отправлялись на фронт. Чтобы больше погрузиться в военную атмосферу 41-го года, школьники не только проштудировали учебники истории, но и выучили военные песни. Идет война народная, священная война. Все время говорим о патриотизме. И постоянно внушается мысль о том, что любить Родину – это не значит целовать березку. Да, это все-таки что-то надо делать для своей Родины. Начинаем с того, что изучаем страницы истории, гордимся подвигами предков. Тематические классные часы, посвященные памяти парада 7 ноября 41-го года, будут проходить в самарских школах в течение двух недель. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Вернем в Самаре цветные фасады. Волонтеры Том Сойерфеста покрасили Молдогвардейскую. Украсть через интернет. Самарские полицейские задержали кибермошенников. Три концерта Мариинского театра. В Самаре проходит юбилейный 10-й музыкальный фестиваль Мстиславу Ростроповичу. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова